поливаешься ты рассаду всякой химии одна из моих любимых тем тоже я очень очень рад и переживаю за снижение пестицидной нагрузки в целом вообще везде вот но конечно если вынести за скобки сельское хозяйство конечно она там вести можно долго об этом спорить без пестицидов на данный момент она наверно не проживет вот то если мы берем наши дачные участки тем более наши квартиры вот то конечно я лично не пользуюсь вообще если происходят какие-то там проблемы или нужна профилактика в первую очередь я начинаю с биологических препаратов эпин корневин используешь эпин и корневин это стимуляторы роста ну из для начала подожди нет ты говоришь со мной как агроном люди у нас не не все понимают агрономические сейчас говорю о профилактике и борьбе с вредителями и болезнями только в этом ключе если мы говорим о стимуляторах роста то да эпин и корневин я иногда использую но в основном это касается укоренения черенков а если у меня рассада вдруг у меня была такая история с моей теплице завелась белокрылка все знают что трудно выводимый вредитель все знают что ущерб он наносит быстро и много вот хочу сказать на моем опыте в теплице причем закрытом помещении я справилась с помощью фитоверма потому что тут есть одна хитрость просто надо понимать что у этого данного вредителя несколько циклов развития и нужно сделать обработки нужно сделать кратно потому что одновременно могут быть у них там и личинки и и взрослые особи на каких-то препарат действует на какое-то поколение на какой-то он не действует они вылупляются снова и опять размножаются в геометрической прогрессии надо поймать все эти фазы обработать с кратностью там допустим в 10 дней вот я не поленилась сделала так ни одной нету теперь про средства альтернатива если мы не используем химию то мы используем народные средства например да я по я использую биологические препараты это первое я использую на своем участке кстати вообще пестицид free у меня что плантация клубники что моя личная дача бархатцы обсаживаешь вокруг а бархатцы используют и прав в качестве эксперимента я даже хочу попробовать хищных насекомых которые охотятся на других насекомых такие как клещ фитоселиус но это у меня просто знаете эксперименты конечно я это не рекомендуешь пока да я просто чисто это рекомендую как бы всем но хищные насекомые которые сидят других нас это такая история с которой надо все-таки больше заморачиваться чем просто у нас к сожалению все привыкли что надо быстро просто да хорошо быстро и просто но есть такая основополагающая сельском хозяйстве вещь как севооборот будете соблюдать севооборот у вас не будет накопления патогенного фона в почве и вредители будут и болезни нападать все меньше и меньше меняйте и меняйте эти грядки с чесноком до добавляйте растения такие как бархатцы и мне опять же мне задавали вопрос вот у меня теплица с томатами и и огурцами и мы не можем вывести оттуда фитофтору а я говорю а как вот вы сажаете из года в год ну так на одни и те же места я говорю ну вот он ответ и там химии тоже в принципе хоть облейся они все равно вот это все постанет болгарский перец о многих проблемы с выращиванием рассады болгарского перца и соответственно потом переносом в теплицу понятно из твоих советов что надо менять местоположение растений год от года может быть чесночок посадить опять же очень важно очень важно соблюдать севооборот нужно менять хотя бы хотя бы чтобы растения одних семейств на протяжении нескольких лет не росли на одном месте то есть если это томаты перцы и вообще посленовые включая картофель и все они одно семейство она накапливает общих вредителей и болезней может быть проблема в этом но если мы говорим о рассаде то общие в общем то рекомендации общие